наука и технологии на телерадиоканале страна fm дорогие друзья мы продолжаем студии лиза калинина и сегодня в нашей программе наука и технологии у меня замечательный гость исполнительный директор образовательного портала интернет урок . ру павел арсеньев павел здравствуйте здравствуйте спасибо большое что пришли к нам проект образовательный модный инновационный но нам нужно разобраться для кого он для чего он когда появился потому что считаете что мы ничего не знаем вот хотим познакомиться с нуля началось все в далеком 2008 году мы на 10 лет да уже скоро будет 10 лет да да мы тогда сняли свою первую видео лекцию тогда еще были лекции для высшей школы мы снимали конференции в университетах лекции снимали потом пришла идея что нужно бы делать вообще-то для школы средней общее образовательной и тогда стартовал проект который сейчас называется интернет урок . ру начали снимать просто видео уроки по школьной программе приходили в школы старались в те школы где больше всего детей победителей олимпиад предлагали учтям участвовать в проекте сделали несколько студий в москве в петербурге в других городах и снимали просто видео лекции сейчас наснимали их столько видео уроки по школьной программе сейчас их у нас на сайте порядка четырех тысяч семьсот штук почти пять тысяч да с 1 по 11 класс потом к ним начали делать уже тесты тренажеры начали отвечать на вопросы учеников и получилась такая вот библиотека уроков по школьной программе онлайн онлайн с конспектами ученик который пропустил школу не понял что то что он в окно смотрел когда учитель говорил но он пришел домой понял что не может например справиться с домашним заданием или не знает как готовиться к завтрашнему уроку открывает сайт в воде там смотрит на нас на нашем сайте хороший видео урок хорошего учителя тренируется пробует себя видит ох я готов можно быть спокойно а вот интересно как вы выбирали тех преподавателей учителей которые смогут грамотно объяснить все это сделать на камеру понятно и универсально то есть школ много по россии чтобы каждый ребенок хоть в сахалине хоть в москве все понял это сложный был очень процесс и он эволюционировал то есть вначале мы просто приходили вот школы и предлагали всем желающим участвовать в нашем проекте охота реагировали так но в то время так как еще не было так вот онлайн образование развита и информации столько не было про него очень так скептически многие относились но были энтузиасты которые решились это делать и сделали с нами достаточно много вот и у нас процесс постепенно процесс эволюционировал нас получили появились и есть сценаристы есть методическая есть методическая коллегия которая помогает учителям отрабатывать сценарий мы уже начали пробы проводить перед ему общем получился целый то что вот тут наверно можно говорить продакшн да то что называется даже даже с кастингом так можно сказать образовательный продакшн в каком смысле вот а потом ученики собственно аудитория наша помогала нам уже отбирать потому что появились комментарии лайки замечания здесь ошибка здесь исправить этот не нравится этот нравится и постепенно мы вот так вот меняем свою коллекцию есть у нас правда уроки сейчас на которые достаточно старые но и мы эволюционируем очень обновляет агрейте постоянно а сейчас уже буквально там три с половиной года назад у нас появилась уже и школа то есть все что я рассказал это библиотека материалов приходи любую книжку с полки бери садись читай смотри и учи и готовься а сейчас мы сделали уже школу то есть учителя расписание образовательный процесс отвечают на вопросы оперативно проверяют домашние задания выставляют оценки в школу нашу ходят те дети которые по каким-то причинам не могут или не хотят ходить в обычную школу может они живут за границей но хотят российское образование или по ограничению здоровья или это те дети или те родители официально то есть ребенок получает диплом образца да это тоже можно у нас часть детей прикреплены при этом к своей школе рядом с домом но родители договорились администрации так что они будут только аттестации сдавать а учатся реально у нас а часть действительно мы помогаем прикрепиться к нашей партнерской школе и они потом задают экзамены так а вот когда все начиналось мне интересно что что дети говорили какую обратную связь они давали нравится не нравится понятно непонятно но очень очень разнообразно очень разнообразно да это была новая тема очень разные получили комментарии и ну кто-то нравился какие-то шутки какие-то свои появились внутренние даже приколы где-то учили хвалили где где-то наоборот ругали что-то скучно что-то весело но мы вот отбирали стараюсь учителя даже я бы извините скажу что сейчас получилось даже так что у нас некоторые уроки одна и та же тема сняты несколькими учителями потому что мы получали комментарии понимали что есть ученики которым надо в медленном темпе рассказывать и медленно и спокойно там четко а есть те которые больше их ждут от учителя какого-то энтузиазма что он их вовлечет будет у нас сейчас небольшая перемена в нашем разговоре дорогие друзья задавайте вы свои вопросы группа вконтакте страна fm хочу напомнить в гостях у меня сегодня исполнительный директор образовательного портала интернет урок точка ру павел арсеньев и 909 928 189 и 9 вот сап вайбер смс я думаю что павел с удовольствием прокомментирует все что вы зададите сегодня пауза музыкально у нас джахали песня медина оставайтесь с нами программа наукой технологии мы продолжаем дорогие друзья в студии лиза галинина и в гостях у нас сегодня павел арсеньев исполнительный директор образовательного портала интернет урок точка ру я хочу напомнить для тех кто к нам только присоединился это целая онлайн школа где дети обучаются смотрят видео уроки им проверяют задания и но все это начиналось с такого ликбеза для детей скажите пожалуйста павел вот сейчас в ютубе в принципе ну где угодно и в рутубе много лекций для детей онлайн записывают разные преподаватели они все похожи то есть ну как сказать программа во всех этих уроках 1 или нет вот на что ориентироваться родителям когда они включают видео урок для своего ребенка в интернете ну какого-то такого рейтинга прямо нет на самом деле если по-честному то самый популярный распространенный контент в интернете на тему школьной программе это готовые домашние задания как бы не прискорбно но это факт просто то есть еще больше всего и конечно это то с чем нам в каком-то смысле нужно бороться нужно чтобы ученик не готовы а нужно научить его чтобы он сам это понятно сам выполнил свое домашнее задание на ют на различных площадках очень много что на ютюбе что на рутюбе много разных уроков снимают так как сейчас легко телефон взял и снял снимают действительно море всего но таких площадок которые агрегируют и которые занимаются отбором учителей их очень немного вот ну наша одна из таких мне просто очень интересно как учить современных детей то что я рассказываю буквально полтора недели назад я делал со своим племянником которому 9 лет окружающий мир я ему пыталась что-то объяснить он не говорит лиза подожди берет телефон и говорит окей google обалдела и фактически мы нашли это задание но он все списал и я просто поражаюсь думаю как же современным учителям существовать в этом поле что-то преподавать детям когда готовых ответов просто выбирай сайт да хороший вопрос действительно вот роль учителя в последние за последние несколько лет очень сильно изменилась он превратился из человека который лица источником знаний в скорее он должен стать проводником или те учителя которые вперед смотрят они уже постараются переквалифицироваться потому что сейчас любой ученик сидя в классе вот это окей google или там может яндекс взять личная моя история это распространенная история ученик в школе прям может посмотреть задать какой-то вопрос который учитель даже не сможет ответить да поэтому задача учителя изменилась он должен помочь сориентироваться скорее и помочь найти направление в котором ученику нужно вообще размышлять вот но и на самом деле есть проблема еще и школьной программы что там очень много загружают на знания то есть там часто задача стоит как можно больше знаний уложить в голову ученика за отведенное небольшое время а вот мы считаем что должно быть конечно не так что во первых школа должна учить разбираться и понимать суть вопроса а во вторых идти надо от того той задачки жизненной которая сейчас есть у ученика часто в школе бывает так что разбирают какую-то тему которая совершенно никакого отношения к жизни ученика не имеет он приходит домой спрашивает условно папа а что знаешь такое синус папа уже забыл он может совсем другим заниматься и мама забыл ученик смотрит думает а если они прекрасно живут да нормальной жизнью и а там преподают а зачем мне то наверное эта школа это наверное что такое что к жизни вообще никакого отношения не имеет ну как в шахматы учимся играть ну окей ладно я научусь как скажете и вот такая история происходит и получается что некий отрыв школы от реальности и это конечно проблема на наш взгляд с которой вот мы стараемся у себя на школе бороться как вы борете что вы делаете это как раз вот методический вопрос как правильно строить урок что урок должен начинаться с чего-то что ученик уже знает и с чем сталкивался из от его жизненной задачи если это урок по литературе то может от тех чувств и переживаний которые у него сейчас есть что отталкиваться должно мне давайте разберем какого-то героя а наберет от обращения вот вы у вас была такая задачка что вы например влюбились а вам нет ответ на языч или наоборот там да или не знаю мне конфликт с другом у сон там что-то не подери психологический да да с этим все сталкиваются но по идее по идее литература в том числе она должна от этого идти то есть мы должны на примере героев какие-то учиться решать задачи какие-то жизненные и ученику это будет и пример зачем это вообще нужно он потом может быть прочитает а сейчас школе совсем по-другому устроено надо больше больше рассказать успеть впихнуть во время интересно вот что получается ребенок всегда видит преподавателя онлайн да личных встреч как таковых нет это плюс или минус и плюс и минус плюс понятный в том что можно в любой момент остановить нажать пойти попить чаю или там задать самый главный вопрос повторите пожалуйста еще раз да сколько угодно можно смотреть пока не поймешь это безусловный плюс заниматься по своему расписанию то за что нас часто ученики хвалят то что они не привязаны они могут там если у нее утром тренировка он вечером получился или наоборот кто-то там плывет на яхте куда ты смотрит нашу школу а минус если это можно назвать минусом что да нет личного контакта но личный контакт есть зато может быть с его тренером или преподаванием по изобразительному искусству то чему ученик посвящает свою жизнь может быть отличная от школы так что тут и плюс вновь нас небольшая пауза дорогие друзья задавайте свои вопросы группа вконтакте страна фм и сегодня говорим об образовательном портале интернет урок точка ру жду ваших сообщений продолжаем дорогие друзья программа наука и технологии сегодня в гостях у нас павел арсеньев исполнительный директор образовательного портала интернет урок точка ру скажите пожалуйста дети как социализируется ваших онлайн школах так скажем потому что школа в обычном ее понимании это все равно и компания друзей это и преподаватели которые тебе как вторая мама например это в конечно случай если свои минусы но здесь такой возможности нет у ребенка правильно я понимаю но смотрите вот та система которая есть классическая школьная она формировалась те времена когда у родителей не было так много свободного времени и родители скорее всего в поле или на заводе весь день ученика надо отдать ребенку школу чтобы там за ним он занят полдня да он занят за ним присмотрит поэтому социализация которая там это скорее вынужденная социализация человека поместили в комнату где еще 30 таких же людей собранных по географическому признаку неизвестно кто и вот как-то им приходится там значит друг с другом социализироваться да сейчас уже времена совсем другие у родителей совсем по-другому устроена их жизни гораздо есть больше возможности во-первых самостоятельно времени потратить на на своего ребенка и помочь ему найти то дело где то увлечение где люди где другие дети которые с ним в одном помещении в классе находятся они тоже будут этим делом увлечены по интересам уже создать круг большой очень контингент в нашей вот школе это те семьи те дети которые уже нашли какое-то что-то интересное дело вне школы то есть них школа это да надо потому что положено потому что нужно быть культурным человеком но увлечены они совсем другим это может быть хореография или гимнастика или пишут картины или это может быть кружок авиамоделирования что угодно но есть какое-то увлечение именно там происходит та социализация которая вот на наш взгляд уже действительно можно назвать социализации они разговаривают общаться теми людьми которыми объединены общим интересом и с учителем из своими одноклассниками а когда это в школе одноклассники совсем другие люди учительница тоже как она сюда попала часто непонятно даже нам такое пишут но в общем тут социализации такой вопросик получается есть уже выпускники у вас ну то есть те кто после 11 класса выпустился и вы уже следите за их судьбой их очень немного но да они есть и часто это люди которые вот увлечены совсем другими профессии а какие истории что что выбрали ну так сходу про 11 класс их мало просто очень у нас поэтому наверное пока что рано просто про это говорить хорошо а так вот как правило это дети как кто путешествует родители например спортсмены какой контингент но наверное вот такие ключевые аудитории можно выделить первое это те кто посчитал что школа рядом с домом обычно им не подходит по каким-то причинам это может быть уровень преподавания не нравится или социальная обстановка то что нам пишут поэтому они решают что нет мой ребенок туда ходить не будет он будет учиться у хороших учителей второе это те кто да живет за границей и он хочет русскоязычное образование для своего ребенка поэтому они вот записывают нашу школу учиться через интернет часто да такие дети живут показывают когда где они живут или фото это пальмы или куда-то плывет на яхте или где-то едет путешествует ну вообще совсем обстановка который ну школьный так не назовешь скажем да все позитивные вот это наверное такие основные а насколько строго проверяются у них домашние задания они же в принципе могут обмануть или или есть четкие четкое время сдачи работ как это происходит есть расписание есть расписание которые в личном кабинете расписание время время когда можно урок посмотреть достаточно большое время когда можно в онлайн с учителем выйти время когда к которому нужно подготовить домашнее задание домашнее задание у нас проверяется выписаны все критерии можно если родитель недоволен или ученик оценкой можно поспорить попытаться доказать что это вот мне не нравится мы апеллируем к нашим критериям нет вот в общем иногда это даже диалог такой происходит дискуссия но обычно по критериям все четко и еще такой момент извините по расписанию просто начали говорить это интересно что у нас можно заниматься как по еженедельному расписанию сдавать там каждый предмет раз в неделю домашние задания а можно выбрать ежемесячный формат и в течение месяца фактически самостоятельно управлять своим расписанием то есть очень как выяснилось для многих детей дети разные кому-то хочется чтобы в день у него было несколько разных предметов утром выучил биологии потом эти мать потом сразу русский и это нравится а кому-то наоборот я с утра погрузился в математику пожалуйста не мешайте мне у меня все мозг настроен мне это нравится и он за день проходит там программа не хочу распыляться не хочу распыляться он про за день проходит сразу несколько уроков в обычной школе такого не получится у нас сейчас небольшая пауза дорогие друзья мы совсем скоро вернемся оставайтесь с нами телерадиоканал страна fm наука и технологии на телерадиоканале страна fm все верно друзья приветствую вас вновь в студии лиза калинина и в гостях у меня сегодня исполнительный директор образовательного портала интернет урок точка ру павел арсеньев мы говорим о дистанционном образовании которое сейчас набирает обороты скажите а павел были ли среди ваших учеников студентов ребята из других стран ну кто допустим хочет и язык потянуть русский хоть у него другой язык родной например бывало такое да и нас учатся дети из 50 стран больше пятидесяти стран чаще всего это русские семьи которые по тем или иным причинам живут за границей то есть иммигрировали да либо иммигрировали либо в командировке либо дети послов контракты дети послов но дети послов там там есть посольские школы но да иногда это программисты которые там на год уезжают куда-то работать или там в крупных компаниях да в другие офисы там на год на два контракта они выезжают ну и соответственно часто дам очень таких детей вот мне еще интересно родители как с вами взаимодействуют то есть они отслеживают домашние задания или у вас такая специфика что ребенок сам должен быть ответственен что он сделал это его как бы зона и никто туда не должен лезть вот чему научился тому научился у нас есть все инструменты и родители можете установить так как ему удобно если он хочет сам отслеживать он может это сделать если он доверяет ребенку и это часто кстати запрос от родителей чтобы как воспитать самодисциплину вот это можно сделать все видно на сайте видно когда что сдавать мы напомним пришлем уведомления а также есть такая услуга как отдельная как персональный наставник то есть родители может как репетитор это как человек который персонально за ребенком следит раз в там в неделю связывается с ребенком обсуждая с ним что получается что не получается где больше усилий приложить где меньше на что обратить внимание и точно также связывать с родителям и рассказывать так вот здесь хорошо здесь плохо здесь бы надо подтянуть а вот здесь опоздали так что следующий раз проследите можно и так сделать спектр большой вот сейчас нашего поколения молодое ругает что они часто сидят в интернете что много за компьютерами получается что такой способ образования он еще больше нагружает ребенка вот всеми гаджетами электронными ресурсами ваш ответ этому всему что скажете замечательный вопрос он это экран и интернет это ведь не не есть зло само по себе это как книга есть книги которые чему чему-то хорошему а есть книги которые чему-то плохому в свое время когда ну только распространялась литература ее много не было тоже были только романы первым делом появились как многие ругали вообще литературу потому что ничего хорошего там нет со время со временем выработалась классика появилась это что эти книги которые воспитывают доброе светлое вечное да точно также и компьютер интернет там и то и другое есть вопрос как родители сумели воспитать от чего ребенок получает удовольствие если это только игры но тогда действительно это будет окно в страну игр если ребенок научен получать удовольствие более высокая да от того что узнаю что новое или что-то получается у него конструктив какой-то получается учиться может быть что-то понимать тогда это будет окно в сферу там интернет-урок а может быть википедии и образовательного мира википедии так можно по споре тут придраться ну не везде там все хорошо образно да собирательные названия сейчас какой возраст детей в основном обучается у вас ну в большинстве своем но с 1 по 11 класс примерно одиннадцатиклассников не так много потому что они там очень много внимания влияют егэ и огэ и вообще самостоятельно егэ самостоятельно занимаются а больше всего с 5 по 8 класс то есть начальная школа меньше но все больше становится да то есть появляется все больше родителей которые сами выросли есть прям при первоклашке да есть есть такие маленькие да и сами обучают это те родители которые берут которые очень заинтересованы в большом участии в жизни ребенка и берут большую часть вот организационную на себя на самом деле любой родитель который переводит ребенка на семейное обучение он должен понимать что он ответственность берет на себя просто том что ребенок постарше может много делать сам и там самодисциплина выше чем у первоклассника первоклассники да это большая нагрузка на родителя или на того кто с ребенком сидит но тут опять же вопрос вопрос выбора вопрос выбора не всегда в школе рядом с дому смогут привить вот ту самую тягу к знаниям и не отвратить от природного у любого ребенка есть природный интерес к познанию интересно все новое вопрос в том чтобы в первых классах не отбили это не изменить ну согласна да друзья вновь у нас небольшая пауза скоро вернемся говорим сегодня о дистанционном образовании как таковом плюсы минусы разбираем хочу напомнить группа вконтакте страна fm пишите задавайте свои вопросы ждем наука и технологии на теле радио канале страна хочу напомнить что сегодня мы говорим о дистанционном образовании и у нас в гостях сегодня исполнительный директор образовательного портала интернет урок точка ру павел арсеньев интересно вот что понятно что меняется специфика преподавания детям вообще подачи материала так скажем уже новые формы возникают что касается родителей я посмотрела ваш сайт что есть такая рубрика помощь родителям так скажем воспитательная функция вот что она включает что это означает но там есть несколько разделов есть раздел такого скажем так технически который помогает родители сориентироваться вообще что такое семейное обучение как устроено как перевести это понятно такая прикладная помощь да и а есть раздел который посвящен именно образованию мы действительно считаем что мы хотим дать родителю возможность быть с ребенком в информационном поле чтобы когда ребенок что-то в школу в школе изучил и приходит домой чтобы родители мог поддержать диалог с ним обсудить какие-то общение что было а как это в жизни были на одной волне так да чтобы родитель был на одной волне с ребенком и мог и поддержать его помочь сориентировать как-то ну и понимал вообще чему его учат это вот такой отдельный раздел который мы развиваем сейчас там есть несколько курсов у нас например есть курс его математика основные идеи математики 20 ключевых идей которые в школе преподаются детям принципе на протяжении всего курса если родители это выучить да он может не сможет решить какое-то квадратное там уравнение сложное но вообще где эти квадратные уровни жизни и что это такое что по дискриминанты как он связан с тем что я там бью по мечу и хочу перекину через перекладину а он связан да вот это сможет родители поговорить на тему с ребенком объяснить даже да то же самое по литературу есть цикл видео у нас таких как классические произведения литературы которые в школе преподаются детям взгляд со стороны рейтл может посмотреть вспомнить что-то понять какую-то необычную мысль для себя почерпнуть и тоже поддержать диалог там как-то о чем-то подискутировать с ребенком за ужином семейном или где происходит дискуссия то есть мы даем возможность родителю инвестировать свое время в самое главное что у него есть в робби в ребенка проводить вместе время да проводить вместе время помогать поддерживать единой ценности какое-то культурное одно пространство сделать в доме и чего интересно про ваших преподавателей я так поняла что уже сами различные преподаватели российские проявляют инициативу тоже хотят у вас работать смотреться давать лекции как происходит этот отбор можно даже кастингом наверное назвать учителя пишут нам на сайт интернет урок точка ру нашу домашнюю школу пишут запрос такой то такой то хочу мы естественно с учителем связываемся постараем стараемся вызнать узнать все подробности кто какой опыт где преподавал какое образование квалификации какие пожелания чтобы он хотел делать потому что у нас в школе у учителя такое собирательное название а на самом деле у них есть специализация то есть у нас одни люди пишут сценарий для видео уроков другие методисты помогают им писать оформить этот сценарий третье собственно снимают видео перед камерой четвертый следят за расписанием пятый проверяет домашнее задание в общем это такое разделение труда и в зависимости от того чем учитель хочет и может заниматься это вот разные виды деятельности разные призвания и конечно с учителем происходят пробы мы предлагаем написать сценарий попробовать или представить может быть те материалы которые у него уже есть кто-то там присылает свое видео из показательного урока какому-то конкурсу он готовился кто-то презентацию кто-то другие материалы ну и мы уже устраиваем осуждение понимаем кого привлечь как попробовать поработать в 10 лет уже вы существуете в этом году будет почти 10 вот как выработалось это доверие и к вам имеется ввиду и со стороны профессионалов педагогов и со стороны родителей ну то есть вот что ключевое их цепляет так скажем что они готовы отдать ребенка в вашу школу хотя формат такой новый все равно несмотря на то что 21 век но формат новый ну у всех разные причины но наверное самая основная это то что родители видят что хорошо преподают хорошо преподают настроен на интерес ребенка и вот эти наши основные идеи что мы стараемся чтобы наш урок решал какую-то задачу которая есть у ребенка в жизни потому что школа оторвана часто обычная от жизни да ну вот как что-то отдельное мы стараемся построить урок так чтобы это было урок решал именно жизненную задачу ребенка чтобы ему интересно было не всегда получается но мы стараемся это делать и вот это у нас такой основной основная идея сейчас поэтому Но вот качество преподавания, качество учителей, ну и, конечно, доброе отношение у персонала школы, у администраторов, кураторов, которые занимаются контактом с родителем. Мы стараемся, так как у нас домашняя школа, интернет-урок, мы стараемся, конечно, эту домашность создать, насколько получается. Атмосферу такую. Да, атмосферу, и многие благодарят нас за это, за хорошие добрые отношения, потому что, видимо, не всегда встречают это в обычных школах. Вот смотрите, сейчас всё равно такая система, которая заточена на финальные экзамены, будь то в девятом классе, выпускной экзамен, либо ЕГЭ. Вот здесь ваша домашняя атмосфера и результат, который так или иначе нужно получить ребёнку, они никак в конфликт не вступают? Не вступают. Вообще вся школа — это и есть в каком-то смысле подготовка к ЕГЭ, потому что, на самом деле, ЕГЭ, идея такая, что ЕГЭ не должен быть чем-то отдельным, если что, к которому специально надо готовиться. Хотя у нас тоже есть курс подготовки к ЕГЭ, правда, это не основное наше занятие. Но мы считаем, что школа должна быть так устроена, чтобы к 11 классу ученику надо было только чуть-чуть что-то повторить. Потому что, на самом деле, когда... Чтобы не было 50 ночей, да, бессонных перед. Иногда слышишь, как кто-то из государственных мужей предлагает, давайте введём государственные курсы подготовки к ЕГЭ. Ну, хочется спросить, а школа тогда это что было? ЕГЭ призван проверить то, как ученик усвоил школьную программу. В 10 лет, да? Да, вот чем он занимался. Поэтому школа должна быть выстроена так, чтобы усваивалась хорошо, и в 11 классе нужно было только немного освежить, повторить. Вот такой должна быть школа. Понятно. А уже есть результаты, что ребята куда-то поступали, ваши успешные показатели? Родители довольны. Родители довольны. А вот это вот вы... Даже дело не только в вашем преподавании, да? Вот как вы считаете, школа и университеты, они не оторваны друг от друга? Потому что я вот вспоминаю, когда я поступала, школьная программа — это что-то одно, а когда нужно поступать в университет, это вообще какая-то другая программа, и чтобы её освоить, это нужно было весь год ходить на курсы. Это благо сейчас появился ЕГЭ, который объединяет, вот эти результаты ЕГЭ учитываются в университете. Но тем не менее, вот школа и университет — это как бы разные две сферы, или они взаимодействуют друг с другом? И неважно, в какой школе обучается ребёнок. Ну, мы, конечно, стараемся сделать программу, которая была бы универсальной, настолько, насколько это можно. Да, и ЕГЭ, он универсальный, чтобы принимался во всех университетах. Да, некоторые университеты вводят свои вступительные испытания. Там творческие конкурсы разные. Творческие конкурсы и так далее. Но это уже, скажем так, может быть, в будущем когда-то мы к этому придём, но пока мы стараемся делать вот... Мы даже шутим иногда между собой, что у нас антиолимпийское движение. То есть если кто-то говорит о курсах углубленных, или о олимпиаде подготовки, или о каких-то специальных заточенных под определённый университет, мы говорим, мы основную школьную программу, но мы её стараемся сделать хорошо. Ну, понятно. Вот сейчас вы говорите, у вас с пятого по восьмой класс. Это такая... Основная аудитория, да. Какие предметы... Вот есть такой рейтинг, сейчас детям нравится больше? Ну, у вас же, наверное, легче отследить, вот как там они же отзывы какие-то пишут, у вас же дистанционное обучение. Вот что сейчас интересно детям? В вашей аудитории детской? Интересный вопрос, потому что на него нет однозначного ответа. Ну, понятно, да. Но просто всё равно есть какой-то склад больше гуманитарный, к естественным наукам. Вот те ученики, которые сейчас у вот этого поколения обучаются, что им больше интересно? Судя по запросам вообще, математика и русский язык. Ну, просто потому что его больше всего, да, этих уроков больше всего, и с математикой, видимо, больше всего сложности возникает. Ну, там на втором месте это физика, потом химия, биология. Ну, и часто это зависит очень от личности преподавателя. Вот, всё равно, как бы он не преподавал дистанционно или вживую, это всё равно вот эта харизма преподавательская влияет на выбор. Конечно, конечно, влияет и зависит очень от того, и от того, как выстроен урок, и от того, как учитель подал этот урок, и как смог заинтересовать. Ну, и от иллюстраций. В общем-то, часто те уроки, которые лучше всего проиллюстрированы или самим учителем в кадре, или подробная такая тема, в которой интересные иллюстрации можно сделать. Вот вызывает больше всего откликов. А каникулы у вас есть? Или поскольку обучение дистанционное, тут сам себе график испытуемый строит? Или есть каникулы? Можно учиться в любое время года, в любое время дня и ночи. У нас вообще в этом смысле полная свобода. Кто-то учится летом, потому что знает, что там осенью уедет в какое-то долгое путешествие, или три месяца не будет. Ради бога, у нас есть такая... Можно в любое время учиться. Но основная масса, конечно, учится с 1 сентября, и по конец мая, потому что так привыкли. Но в будущем, конечно, мы понимаем, что это всё сместится. Как только привыкнут, что свобода есть, будут учиться так, как удобно вообще. Ой, так интересно, на самом деле. Я сижу и слушаю, я просто поражена. До чего доходит наш век? И такая может быть разница. Вот у тебя 10 лет разница с этим ребёнком, а восприятие мира совсем разное. И очень здорово, если родители будут так вовлечены в процесс, и у них будет больше точек соприкосновения. Ну, кажется, что такой запрос со стороны родителей, он всё выше и выше, потому что больше становятся родители, которые лояльно относятся к семейному обучению и вообще к обучению в интернете. Потому что ещё какое-то время назад это было не так популярно и действительно встречало много скепсиса. Сейчас это становится всё меньше и меньше. Все понимают, что ценнее не то, через экран ты смотришь или лично, а гораздо важнее качество самого преподавания. Спасибо вам огромное. В гостях у нас сегодня был Павел Арсеньев, исполнительный директор образовательного портала интернет-урок.ру. Желаем вам успехов, это очень здорово. И всё-таки успешных результатов детям, потому что, как ни крути, это показатель. Спасибо огромное, было очень интересно. Спасибо. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Спасибо.